В прошлой программе мы показали зрителям, как соединять тесьму брюкского кружева при помощи сложных столбиков. Может быть, кому-то этот способ действительно показался сложным. Для начинающих есть ли более простые варианты? Да, сегодня мы посмотрим метод соединения тесьмы простыми столбиками с накидом, без накида и с разным количеством накидов. А также посмотрим, как повороты выкладки самой тесьмы можно заполнить элементами, просто выполненные крючком. Имея небольшой отрезок тесьмы, я покажу вам, как выполнить соединение простыми столбиками. Для начала я хочу показать вам, как на повороте тесьмы сделать небольшой круг. Для этого делаем 3 воздушных петли, которые заменяют нам половину арочки с 7 воздушных петель. Затем 2 воздушных петли, которые чередуются со столбиком без накида и соединяют наши уже готовые арочки. Так провязываем до тех пор, пока тесьма не замкнется в круг. Вот мы наш отрезок тесьмы замкнули в круг, у нас образовалась пустота, ее можно заполнить. Это могут быть самые разнообразные элементы, связанные крючком, как больших размеров, так и небольших. Вот в данном варианте у нас, как видишь, нынечко, большой круг из тесьмы и уже как салфетка внутри у нас выполненная все крючком. Этот элемент можно использовать в одежде? Конечно, да. В этом элементе у нас небольшой цветочек. А здесь просто кружочек используется как отдельный элемент, из которого тоже можно сделать какое-то изделие из нескольких таких элементов. Варианты заполнения нашего полукруга могут быть самые разнообразные. Мы заполняли просто столбиками без накида. А теперь я покажу еще вариант, используя столбики с разным количеством накидов. Делаем одну воздушную петлю, заменяющую столбик без накида. Теперь в эту арку столбик с накидом, но мы его не довязываем. В следующую арку столбик с двумя накидами. Затем в следующую арку с тремя накидами. Все мы столбики не довязываем. Теперь четыре накида. И теперь по убывающей. Четыре накида. Три накида. Два. И теперь заканчиваем столбик без накида. И теперь вот все недовязанные столбики мы должны провязать по два вместе. Два. Теперь еще два. Еще. И так до конца. И закончить столбиком без накида. И три воздушные петли, чтобы вернуться. Теперь посмотрим, что получилось. А сейчас я покажу вам, как при помощи тех же простых столбиков соединить тесьму не в круг, а выложить любые другие элементы. Теперь вновь образовавшуюся арочку соединяем с этой столбиком без накида. Делаем три воздушных петли до поларки. Одну воздушную петлю. Столбик без накида. И три воздушных петли. Теперь следующие две арки соединим столбиком с одним накидом. Делаем накид. Провязываем парочку. И возвращаемся тремя воздушными. Семь воздушных петель. Три столбика с накидом. И теперь для образца сделаем соединение столбиком с двумя накидами. То есть, а принцип один и тот же. Провязываем сам столбик. Делаем три воздушных петли. Назад. И продолжаем вязать. Получается готовый элемент брюкского кружева. Если в дальнейшем при продолжении вывязывания нашего элемента вы будете в соединениях увеличивать количество накидов в столбиках, то элемент будет расширяться кверху. Если же провязывать все столбики одинаковыми, то элемент будет прямой. Готовую тесьму для брюкского кружева мы можем не выкладывать в какой-то кружевной элемент, а ее использовать как декоративную отделку изделия. Допустим, вот этот край мы подсоединяем к изделию, а вот этот мы обвязываем любым узором. Давайте посмотрим какой-нибудь самый простой узор. Для выполнения обвязки сделаем арочку из 7 воздушных петель, а на ней выполним простой узорчик. Вот мы выполнили один из самых простых способов обвязки. В данном варианте нель мы сделали обвязку плоской, но она может быть объемной. Это всевозможные рюши разной величины, какие-то шишки, связанные как крючком, так и спицами. А вообще тема брюкского кружева, она очень увлекательна, и поэтому, научившись азам, вы сможете создавать самые невероятные вещи. Три составляющих рисунков брюкского кружева. Это тесьма, мотивы, которые из нее выкладываются, и фоновая сетка. Дополняя один другого, в том или ином сочетании они составляют сложные и причудливые узоры. Без определенной практики и опыта составления узоров из тесьмы достаточно непросто самостоятельно разработать и выполнить всю модель. Поэтому очень важно понять принцип создания таких кружев, и особенное внимание стоит уделить работе со схемой. Начать лучше с отдельных элементов брюкского кружева, которые украсят модель одежды. Чтобы избежать неуместных складок полотна, которые могут образоваться при неправильной сборке готовой модели, воспользуйтесь стретчевой пряжей. Благодаря ее эластичности, растяжки между основным полотном и кружевными элементами сами приспособятся к вашей фигуре. Фантазируя над дизайном модели, не придумывайте слишком сложные мотивы кружев. Хорошо освоив хотя бы одну схему, можно достичь интересного результата благодаря соединению мотивов. Например, в этом белоснежном праздничном костюме из фантазийной пряжи использованы лишь одинаковые мотивы брюкского кружева треугольной формы. За счет асимметричного расположения треугольников создается эффект изменчивости рисунка. Чудесный костюм для особенных дней в вашей жизни, сияющий белый, нежный и торжественный одновременно. Следующая модель демонстрирует не классическое, а несколько авангардное использование мотивов брюкского кружева. Ярко-красное кружевное сердце, акцент на соблазнительном стрейчевом боди. Интересная дизайнерская находка – рукава-трансформеры. Красное брюкское кружево от локтя и до запястья можно снять, если вам не нужно выглядеть слишком роскошно. С таким комплектом ваши дела сердечные всегда будут в полном порядке. Многозначительная прозрачность кружева интригует и завораживает. И если сезон, атмосфера и место позволяют, можно отказаться от чехла для кружевного платья. Конечно, это абсолютно курортный вариант. Но согласитесь, красное платье, надетое на купальник в тон, выглядит просто умопомрачительно. Бретели из пайеток сверкают на солнце. Сквозь ажуры просвещается загорелая кожа. Вот оно, неуловимое женское счастье, которое живет на кончике вязального крючка. Паримельные дизайнеры понимают, что даже небольшого количества кружева достаточно, чтобы сделать одежду уникальной. С этим сложно не согласиться, ведь красота – неоспоримая вещь. Это была программа «Сделано руками». А все, что сделано руками, сделано с любовью.